Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим, что нас ждет во вторник, какое движение мы прогнозируем основных активов. Так, вот это акции Газпрома, которые сейчас звезда на нашем рынке. Дневной график. Но вот на дневном графике сразу бросается в глаза, что есть две цели сильные. Это 255 и вторая цель это 249. Соответственно, я думаю, если завтра будет негатив по Америке, сначала по Китаю, по Америке, по нефти, и начнется сильное движение вниз по нашему рынку, то наиболее вероятный сценарий это Газпром вынесет вот сюда на 248-245. Помимо вот этого движения, если он пойдет ниже, если пробьет 244.5-244 на растущем объеме, это будет триггером для того, чтобы бумагу выбросило вот сюда 234, 235-226 в этот диапазон. Но это совсем, если будет жесть, тогда пойдет по такому сценарию. С вами помним, что по 220 была недавно сделка, крупный пакет продали, и, скорее всего, 220 это некая демаркационная линия, по крайней мере, в течение месяца, двух и так далее. Здесь сейчас по дневке отчетливо рисуется вот такая разворотная формация, и поэтому Газпром завтра, наиболее вероятный сценарий, он пойдет вот сюда, 251.5, вот в эту область. Если не удержится здесь, то его понесет вот сюда, на 248-245 в этот диапазон. Так, ну здесь у нас есть критерий, если пробивает 249.5-250 на растущем объеме, то его вводит вот сюда, вот 248-245, вот отсюда. И здесь, соответственно, у нас область есть, это 254-254.5. Пробить ее на растущем объеме, а оно, скорее всего, будет завтра с утра или после обеда. Бумажку сначала сюда уведет. Так, это то, что касается Газпрома. Так, друзья, еще хотел обратить внимание, что крупные игроки Газпром во второй половине дня и на закрытии распродавали. Так, дальше следующий у нас лидер – это Северсталь, дневной график. Но здесь вот видите, начался достаточно энергичный рост по Северстале. Но завтра у нас ребалансировка происходит. И с 27-го, соответственно, вступает новое значение по индексу MSCI Russia. Ну, там пропорции, насколько я помню, они сохраняются, но количество активов становится меньше российских. Из-за этого, соответственно, будут распродажи наиболее вероятны, и котировки будет, скорее всего, тянуть вниз наших акций. Так, ну вот Северсталь очень бодро они запустили сегодня. Единственное, здесь какой есть момент. Сейчас находится в зоне, где не очень большие объемы проходили. То есть, ее должны либо вытянуть на 930-935, вот сюда вот, или, соответственно, она должна вернуться 902-896 в этот диапазон. С учетом того, что у нас ожидает ребалансировка во вторник, я думаю, здесь наиболее логичный сценарий – это возврат вот в этот диапазон. Тем более, если мы посмотрим 4-х часовой график, вот у нас, видите, у нас уже с одной стороны здесь вот такой растущий канал, по ней формируется. С другой стороны, вот для нее 909-910 служит неким барьером. Она вот доходит и часто отражается вниз. Вот было несколько раз, раз, два, три. Один раз пробило, дошла до 938, вот здесь вот. Для того, чтобы такое действие было, нужен, конечно, изрядный позитив по активу, и тогда такое движение будет возможным. Завтра с утра я что-то не помню, чтобы какие-то позитивные события намечались, которые могли бы вытянуть акцию «Северсталь». Единственное, какой есть момент. Сегодня на вечерней сессии и на закрытии крупные игроки скупали «Северсталь» и набирали в ней позицию. Вот кроме того, здесь вот определенная формация образовалась, но эта формация, она пока не до конца ясна. То есть, с одной стороны, это накопление с целью движения вот сюда вот на 934-938, с другой стороны, с учетом вот этого изгиба и того, что крупные игроки с утра ее распродавали, а под вечер они ее скупали. То есть, здесь может быть какой вариант? Короткий задер, чтобы раздать, например, на 923-924. После этого возврата вот в эту проторговочку и с учетом вот ее формы движения вниз под 902-896 в этот диапазон. На самом деле, сейчас вот до конца не ясна траектория движения. Давайте посмотрим еще 5-минутный график. Может быть, он подскажет нам решение более точное. Так, 5-минутный график. Ну, если следовать из 5-минутного графика, то у нас вот здесь произошло накопление в этом диапазоне, и здесь сейчас полностью завершилась раздача. Поэтому для бумаги наиболее вероятный сценарий – это возврата 902-896. Единственное, только не совсем ясно, почему крупные игроки, они под вечер ее скупали. То есть, по идее, если завтра ребалансировка и продавать, зачем ее покупать, тем более по высоким ценам. То есть, вот этот вопрос, он для меня остается неясен. И поэтому с этой точки зрения, даже там если ребалансировка, распродажи и потом слив, то здесь было бы логично все равно куда-нибудь сюда хотя бы на 923-922 ее с утра поднять, а дальше, соответственно, начинать распродажи, возврат вот в этот диапазон на торгованный 915-918. И потом, после пробития 913 на растущем объеме, сначала уйти на 907-908, и потом, соответственно, в более устойчивую конфигурацию – это 902-896. Вот сюда вот. То есть, я думаю, здесь либо будет движение вниз с учетом ребалансировки, либо будет какой-то задер на 922-923, и потом после этого будет снижение. Есть вероятность того, что ее завтра сюда вот поведут на 934-938, но это если только с утра будет какой-то позитив. Там, допустим, рост по китайскому рынку, или какие-то новости по крупным сталелитейным компаниям, мировым, или по самой Северстали, тогда да, тогда ее, соответственно, могут с утра утянуть сюда. Но в любом случае, по факту ребалансировки, скорее всего, будет распродажа и возврат ее вот либо в этот диапазон, если утянут сюда, или все равно движение на 902-896. Я думаю, завтра эта бумажка будет очень мощно ходить. Но тут надо обратить внимание, какие с утра будут новости, и как закроется Китай. Потому что она с Китаем достаточно, с высокой корреляцией взаимосвязана, потому что Китай – это сталь, это спрос на сталь. Так, друзья, на что еще хотел обратить внимание. На вечерней сессии и на закрытии крупные игроки покупали Северсталь, распродавали ММК, магнитку, и достаточно резво выкупали НЛМК. Кроме того, по Сбербанку и ПВТБ не совсем понятно, то есть преобладали покупки или продажи. Так, давайте рассмотрим следующую акцию, это Сбербанк. Это вот дневной график. Соответственно, он вот в проторговочке остался, никуда не ушел отсюда. Так, если мы откроем 4-х часовой график, то здесь получается, сегодня он сходил к верхнему диапазону, к 240, чуть-чуть не дошел. Ты вернулся, попытался вернуться в нижний диапазон проторговки. Это у нас 200, 236,5. Я думаю, завтра, с учетом ребалансировки, если, конечно, не будет очень энергичного движения вверх по нефти и по Америке, то по Сбербанку мы увидим откат. Но сначала вот будет 235, потом пробой 234,5. И движение вот в этот диапазон 233,5, 234,5. И, соответственно, если пробивает 233 на растущем объеме, то его уводят вот в этот диапазон 231,227. Вот сюда вот. Ну, кстати, по факту проведение ребалансировки вполне могут эту бумажку вниз сюда направить, потому что он в последнее время совершенно никакой. То есть такое ощущение, что там активность вообще упала, а такое падение активности предшествует какому-то резкому движению в активе. Как бы сейчас я вот не вижу оснований для того, чтобы резкое движение по нему было наверх. Но если только нефть не уведут там на 71, на 75, тогда да, тогда он, конечно, выстрелит, будь здоров наверх. Но в текущей ситуации здесь вот такое замирание, оно, скорее всего, приведет к движению вот сюда, вот 231,226. Вот. Но сначала в любом случае будет тестить 234,5. Вот в этом диапазоне он походит. И после пробоя 232,5 на растущих объемах его вот сюда вот унесет. Вот. Но с учетом ребалансировки, я думаю, более вероятный сценарий – это движение вниз по этому активу на вторник, 26 ноября. Ну, кроме того, случая, когда на рынках начнется очень большой позитив, нефть резко вырастет. Так, друзья, и вот акция ВТБ. К сожалению, во второй половине дня не представляется возможным мне понять, а какие доминировали действия крупных игроков, то ли продажи, то ли покупки. Ситуация для меня не до конца ясная. Не могу я однозначно рассчитать и сделать вывод, какие настроения у крупных игроков преобладают. Вот это, кстати, странная ситуация. Она и по Сбербанку, и по ВТБ. Так. Ну вот девочка показывает, что мы, тем не менее, все равно в растущем канале по нему остаемся. Здесь по этой бумаге игра еще не сделана. И здесь достаточно высокая вероятность, что если его завтра не уведут на 44,538 и ниже растущих объемов, если он удержится в этой консолидации 45,790, 46,330 на ребалансировке, то тогда он в среду, а может быть и во вторник вечер, а может в среду или в четверг, мы увидим по нему движение на 47,48, и потом при пробое 48 пойдет на 53. Потому что, видно, актив застоялся вот в этой консолидации. Здесь нарисовалась определенная формация, которая указывает на растущие движения. Но здесь не до конца понятно, какая будет ситуация с ребалансировкой, как она повлияет. По логике вещей, она должна его немножко посадить вот сюда куда-то. Если сильно просадит, тогда может вот это все движение перебить, и он уйдет торговаться на тот уровень, который был у него чуть раньше. 43,450, 44,545. Но вот эти цифры, я говорю, плюс-минус. Есть определенные отклонения, потому что в зависимости от таймфрейма они могут чуть-чуть изменяться. Вот, чтобы меня никто не укорял, что там вот ты один график открыл, одни говоришь в уровне, другой график другие. Тут немножко отличается точность и распределение объемов торгов в зависимости от таймфрейма. Поэтому небольшие отклонения при переходе от одного таймфрейма к другому, они неизбежны. Так, это у нас четырехчасовой, давайте еще посмотрим. Сейчас часовик, не то нажал. Так, часовик у нас. Ну вот, часовик, да, часовик указывает, что растущая формация. Что вот у нас канал здесь выстраивается, этот канал ведет вверх, и сейчас он подошел к нижней границе канала. То есть, если следовать вот этой логике, то завтра он вообще должен начать расти. Ну, как бы логика странной не казалась, ВТБ актив достаточно непредсказуемый и резкий. Вот, и поэтому вполне может быть такая ситуация, что завтра с утра, если будет позитив по Китаю, нефть будет расти, Америка в плюсе. То, несмотря на ребалансировку, можем увидеть по нему движение вот куда-то сюда, на 46-745. Потом, конечно, во второй половине дня может скорректироваться, уйти вот в эту консолидационную область. Но потом, по факту, на завершении распродаж у вот этой бумаги есть все шансы к тому, чтобы хорошо порасти. Но все равно остается вероятность пробоя вот этого нижнего уровня и уход в нижний диапазон консолидационный, из которого он начал движение. Но я думаю, здесь вероятность процентов 20. Большая вероятность того, что он либо сразу пойдет расти, либо здесь какую-то сделает обманочку, движение вниз на ребалансировке. Может быть, даже кольнет вот сюда вот, уйдет, будет короткий заход, но потом возврат. И потом, соответственно, рост на 47-48. Так. Это то, что касается ВТБ.